Горят фонари Мог быть славный денёк Но звонок тебе грозит срок за пару строк Да, тут так себе вайп Видимо пора, ну что ж бывай, родный край Итак, друзья, всем привет! Короче, хочу сразу вам рассказать вкратце историю, почему я поехал в Казань И сразу вкратце про ставки, потому что в предыдущем ролике я вам в описании написал, что следующее видео будет про ставки Так вот, нахожу я рейсик с Наберных Челнов в Казань Беру рейс и думаю, ну в принципе, время ещё есть Будем потихоньку искать груз с Казани Набирать куда-нибудь ставки И как я и хотел, когда я отдавал машину, получается, на капиталку Как я хотел, будем, думаю, попробую куда-нибудь реально дальничок мотануть Попробовать до груза собрать К слову, сегодня уже третий день После того, как я находился в деревне Три дня, ну три с половиной дня я искал груз Ничего не мог найти Ничего нормального я не увидел с Казани Несколько, получается, около трёх загрузок были Мне там либо ставку сбивали, либо там была смешная ставка за экспресс-доставку То есть нужно было загрузиться, допустим, в полдевятого вечера И всю ночь дубасить, чтобы потом к утру приехать на выгрузку Ну, меня такие вещи тоже не устраивают Потому что за экспресс-доставку, я считаю, должны платить В общем, ребят, не помню, о чём остановился Здесь сейчас выезжал, по навигатору ещё здесь лежачих много Короче, суть в том, что ставок хороших я не нашёл Опять-таки, как мне многие говорят, догруза, не догруза Да, они спорят, догруза, окей Ну, чтобы взять догруз, нужно же один основной груз какой-то хороший взять Впереди лежачий полицейский Одного хорошего груза я, блин, ну я как-то кого не нашёл А если какая-то более-менее ставка, она точно не догруза Через 300 метров поверните направо на Подгорную улицу Да, это, ребята, минус этих, минус камеры на телефоне То, что ты ещё помимо этого навигатором тут пользуешься Хотя у меня здесь планшет стоит, здесь планшет стоит Ну ладно Вот, а в итоге смотрю загрузки слабежных челнов И понимаю, что всё-таки слабежных челнов даже более-менее сладкие рейсы Можно найти какие-то Поэтому пока Поверните направо И посмотрим вообще будет ли сезон Пока не сезон буду катать кратыши Буду катать у себя в городе, рядом, в пригороде и так далее Но никак не в этом Никак не ездить куда-то там Как я думал, типа сейчас Казань Так, куда мне, блин? Прямо что? Ё-моё, ладно Давайте, ребята, сейчас на трассу выйду Хотя я сейчас не на трассу, а на какую-то там Дорогу, которую я раньше не ездил Атар, Дубровка, оттуда буду проезжать И выезжать потом на семёрку только оттуда Солнце моё Ты слышишь что-то в сердце ревят Солнце моё В груди моей шумит вертолят Виде моя Немного обожжённый тобой Солнце моё Ты продолжай светить надо мной Ведь ты, будто лучистое лето Капли кристого с неба Пусть иногда на дождике рья Безда, глаз необъятная, лампы Тысячи падные просто Ты ненаглядная Солнце моё Солнце моё Вот кто ставки забирает, пацаны Газельки с прицепами Сколько у неё там кубов? Кубов 50, наверное Чего ему какой-нибудь так грузик Не забрать там за Сколько она будет стоить? Ну, 10 кубов там, я не знаю По 15 рублей с километра Почему бы не забрать? Тем более, если на дизеле Сколько они, вот, ребят, в комментариях Напишите, кто на таких катается Сколько грузите? Я думаю, не меньше 4,5 тонн, наверное Суммарно тащить Помимо того, что ещё и прицеп сколько весь Короче, 900-й прошёл В кафе не стал заходить Одному как-то скучно заходить туда Плечу быстрее домой Вечером, может быть, с Настей посидим Что-нибудь вкусненькое покушаем, посмотрим Классная песня заиграла Поехали, ребят, до серединки Взял выпечку Кофе Сейчас я перекушу Что-то вообще меня рубит Я сегодня толком не спал Не знаю, почему-то не мог уснуть Хотя хотел спать Засыпал, просыпался Может, нанервничался Что-то я вчера, блин У меня прям нервозы были какие-то Сейчас попробуем Что-то здесь за выпечка Я там, люди здесь стояли как раз Посоветовали губадью Давай губадью попробуем сначала Нет, сначала солёное хочу попробовать Ммм, хуйта Ладно, ребят, сейчас Перекушу И еду дальше Что-то у меня планик выключился, что ли Сегодня я не знаю, что буду А, я вам хотел сказать Что я хотел сделать Я хочу, короче Сделать такую рубрику Будем выкупать драмовозов Так что, если пацаны Если кто меня смотрит И зрителей Драмовоза Не в обиды Если вы попадётесь В мою какую-нибудь загрузочку Где будет там 2 тонны за 5000 стоять И потом вы будете в видеоролике Дальше посмотрим Продумаем, как это сделать Всё грамотней Интересней Ладно, перекушу И погнали Ребят, конечно, что хочу подметить То, что после капиталочки Я вот сейчас вам вставлю Я, конечно, другу записывал Как я там в затяжной подъёмчик шёл Но сейчас я в затяжной подъём На четвёртый шёл Понятно, веса у меня там мало Но сама суть того Что она у меня до этого Пустая Садилась В подъёма А сейчас я в подъём С 90-го и на четвёртый шёл С 90-го до 100-го поднялся Пока вот фуры обходил До 100-го разогнался Подъём Короче, кто не ездил на газелях Скажу А для газеля достижения Особенно с таким этим С таким парусником Как у меня Вот Короче, подъезжаем уже К набережным Челнам Ну, не к набережным Челнам Киевам Киевам а по городу я уж потом не считаю по городу мне только с кайфом прокатиться вот что творит причем я еще в зеркало не посмотрел но уже чувствовал что он не обходит потому что меня немного задушила машина ребят добрался до челнов чуть-чуть здесь на первой дороге потолкаюсь и домой фух все-таки решил для себя буду уезжать с челнов к больше не будут этих затей типа уехать в казань сказали набирать груз вот такое все казань будем ну в деревню губатина легковой был приезжать сейчас чуть снег потает что там поинтереснее было с малышки поедем снасти я думаю правильнее будет время 1847 крейсер у меня был не знаю 95 верно я шел 92 все нормально честно закольцевал бы трассу трассу маршрут челны казань потому что трасса хорошая но стало к сожалению нету может видать ставки есть и забирать логиста логист эти ставки забирает сходя из того что забирает их дурмовозы которым надо оплатить кредит лизинг ипотеку и так далее то подобное думаю даже есть те кому ничего не надо особо платить просто просто олени вот так вот у меня ребята мнение ладно включаться завтра как поеду на выгрузку и там заканчивать возможно опять-таки повторюсь сюда же вставим момент когда попробуем выцепить как вы интермагрузы я вам покажу это все и наглядно примере как люди звонят и пытаются забрать груз за копейки так все ребят выдвинулись взял с собой друга погода радует сейчас залетаем на заправочку и летим смотрел еще думал до грузи какой взять но там 300 килограмм три метра я думаю три метра у меня не наберется вчера был диванчик один за 3000 8 зацепить ночь вчера не стал за если с утра просыпаюсь уже груза нет ладно сейчас опять выходные набирают силы и попробую с понедельника начать также по постоянке сегодня будем созваниваться а я там чего не говорил сегодня буду короче потом вам расскажу если получится скажу если не получится расскажу но пока раньше времени просто не буду говорить он ребята катимся дальше ребят сейчас такая погода что уже хочется чтобы быстрее все потаяло уже сейчас даже ездишь машине сейчас рубечку 0 байл уже по песочке за короче по кайфу так ехать правда еще асфальт не до конца и до конца из роста ну исходя из того что здесь ветер прям дует чувствую налево задувает короче еще рассмотрел смотрел как кастомизировать приборку получается вот эти вот накладки хочу поменять лампочки нормальные как вы видели уже то что у меня по темноте когда едешь там спидометра еле видно и вот эти вот тоже хочу видел вообще продают типа там какие-то крутые так все пропустим легковушку медленно обгоняю короче видел эти крутилки типа продаются вроде как отдельно думаю чуть-чуть панельку преобразить вот пластик но его не хочу снимать на самом деле можно его все это подкрасить но я думаю это ненадолго в том случае как я это крашу где-то затрется она еще вот стойки в черные я сам красил они были серыми принципе неплохо единственно те шторки они вот так вот уже обтерлись у меня потому что только здесь скрепление слетают она ребята этим мы включатся уже будут на выгрузке или с учет интересное будет так что заедем точнее заехали на заправку 2280 здесь газ стоит посмотрим сколько мне зайдет здесь газа так где заливал последний раз ты альком казанской объездной я залил полный бак смотрю сколько оттуда у меня получается от всех километражу тоже посчитаю да дополнить посмотрим сколько она у меня это кушала ребят такую погоду просто кайф кататься так 61 литр зашел а по моим подсчетам должно зайти 81 82 литра потому что далеко мы где-то 340 350 километров отсюда соответственно расчет я веду 23 литра на 100 километров ну по крайней мере у меня до этого до капиталки так она кушала плюс еще заехал газооборудование настроил сейчас посмотрим но и еще вдобавок нужно не забывать что там сотку держался дорогу раньше 23 литра она у меня кушал когда я ездил там но тошнил вот сейчас я руку быстрее ганера если зайдет больше 80 двух то будет грустно если дает меньше что все в норме ну показывает что 67 литров заход я как раз только только я камеру вырубил и все 67 литров хотите они вон дальше пошло какая тема была непонятная по ходу все опять-таки нужно учитывать конечно насосы разные но в теории если даже 70 лет вообще отлично 70 литров на 350 километров на 340 ребята смотрите через трассы переметает прям нехило так на машине на камере не видно и не почувствуется смотри через машина прям наклоняет налево какой ветер конечно сожалению сильный и он мне вчера конечно помог когда сказание ехал я просто летела мне в спину думал я кайфовал от этого молитвы здесь вообще перемену короче ветер иногда помощник иногда вредитель в большем случае вредитель конечно чуваки меня просто сдувает короче сейчас моменте жопа уже на этом навстречу пошла просто жопа смотри чё даже морду сносится ой 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 пошла навстречу чувствуешь надо где-то зацепой поймать короче пацаны я не знаю как мы обратно поедем но просто должна маленькой скорости я рулем чувствую то что у нас даже морда начинает стаскивать не говоря о том как ребята почти доехали до выгрузки через 200 метров поверните направо а затем держитесь левее вернуть его моя братан ты чё дедуля вообще на дорогу не смотрит так что посмотрим там главный а он уже застрял там горюгал не застрять что там дороги не что ли и моя интересно как откуда-то другая дорога есть нет здесь процессе мы сейчас завянем здесь то это будет жопа так я уже здесь буксуя туча они мы здесь сядем не идет она или по дорогу пробивать придется чем внедорожники что ли здесь прикол я не знаю или пробивать мы здесь трянем в принципе звонить сейчас узнавать так дядька хочет развернуться выехать как ребята туда не смогли заехать так там назад сдался через другую дорогу навигатор положили навигатор иногда такие сюрпризы подкидывает что думаешь лучше бы сам где-нибудь из нас у человек спросил все в принципе мы почти доехали у нас время сейчас 11 29 до 12 там обед как раз сидим посмотрим может быть что-то сальмесиска вырвать там есть сальмесис короче там около около трех вот это вот кочка было около 3000 наверно до челнов я думаю но его нахер за 3000 дольмесиска катетом с другой стороны мы хотим обратно все равно через трассу поехать потому что здесь во первых переметы лютые со встречкой и еще там участок дороги убиты где мы ехали там километров 20 в час поэтому будем думать витрище конечно вообще не на руку ветер очень сильно дует все ребята время 11 48 не знаю видно не видно выгрузили я не угружал я сейчас запахался ворота закрывал этот стяж ремни стягивал сейчас она уже пустая такая более жидкая стала машинка но не жидкая зацепа уже нет такого казалось бы вроде не тяжелый груз вот ребят такой рейс сейчас обратно посмотрим сейчас быстренько можете сальмесиска может дернуть а так вымыскать дорогу что поехать нормально без этих без убитой дороги и чтобы нас не сносило хотя бы даже если сносило чтобы на двухполоску а не навстречу а нет сейчас случае обратной дороги будет не на встречу сносить и на обочину хотя бы лучше пальмесиска трассе пойдем посмотрим а